итак друзья сегодня стало известно что компания автоваз уже нашла новых поставщиков в азии так как для продолжения выпуска той же lada vesta необходимо заменить все европейские комплектующие эту информацию подтвердил губернатор самарской области дмитрий азаров он сообщил что автоваз нашел поставщиков электронных компонентов в странах азии конкретнее пока не уточнил название компаний с которыми начнет работу автоваз цитирую поставщики найдены но раньше времени называть их не стоит тем более что этот процесс всегда договорной сказал азаров в интервью тасс заводы в тольятти и в ижевске работали в полсилы последний месяц пару дней выпускают автомобили затем неделя простоя но за время последней кратковременной трехдневной работы было выпущено 510 товарных автомобилей niva в том числе 20 без системы abs и 10 из них lada niva legend и 10 niva travel а вот линия b0 вообще остановлена с начала марта и не запускается сейчас вы можете увидеть таблицу какие же импортные детали устанавливались на lada vesta до проблем с поставкой комплектующих как видно достаточно много деталей которые уже не российского производства и даже элементы грм были из германии именно поэтому lada vesta была достаточно надежным автомобилем сообщается что детали могли изменяться в зависимости от поставок но подавляющее большинство компонентов оставалось неизменным на данный момент автоваз полностью остановлен и по предварительной информации возобновление производства произойдет в лучшем случае 25 апреля после окончания корпоративного отпуска а за это время руководство автоваза надеется полностью решить проблему с поставками и сделать определенный запас чтобы продолжить работу уже без простоев и в полную мощность по крайней мере таких моделей как lada vesta но параллельно с этими событиями автоваз по-прежнему продолжает готовиться к запуску продаж упрощенных версий лада гранта и niva с минимальным использованием электроники чтобы в случае непредвиденных ситуаций была возможность не останавливать завод а продолжать выпуск также стало известно что несмотря на то что рено бросит автоваз новые проекты все же продолжают разрабатываться производитель не хочет отказываться от перспективных проектов на которые уже были выделены огромные ресурсы одним из таких является модель лада b-класса которая как уже сообщалось ранее не будет называться гранта но по факту о новой модели практически ничего не известно но теперь с учетом новой реальности вполне возможно что автоваз перейдет на сотрудничество с китайскими производителями и разработка новых моделей продолжится уже совместно с ними как утверждается в пабликах комплекс окраски лада гранта недавно подготовил 18 кузовов новой лады и они отправились на сборку в инженеринговый центр автоваза позже прототипы выкатят на тестовую обкатку и думаю шпионы нам помогут и мы сможем получить первую информацию как будет выглядеть новая лада b-класса а что вы думаете по этому поводу правильно ли делает автоваз что ищет новых поставщиков странах азии вместо того чтобы полностью заменить все комплектующие своими российскими деталями очень интересно узнать ваше мнение поэтому давайте пообщаемся и подискутируем также буду рад если вы перейдете на канал для просмотра других роликов и конечно приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик подписывайтесь на телеграм-канал и до новых выпусков субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...